Редкий случай. Нью-Йоркские таксисты объединились с водителями Uber и других приложений для подачи машин. Забыв былые разногласия, водители выступили против общего врага – каршеринга. Митинг прошел у здания мэрии в Манхэттене в Нью-Йорке. Дело в том, что службы краткосочной аренды личных автомобилей лишают такси клиентов. Шоферы как такси, так и Uber призывают власти установить минимальную плату для проездок и ввести ограничения на количество автомобилей каршеринга. Среди участников акции был и таксист Лал Синг. 30 лет Лал водит такси по улицам Большого Яблока. На протяжении 10 лет он арендовал шоферский жетон, так называемый медальон, а в 2000 году приобрел в кредит собственную постоянную лицензию за 225 тысяч долларов. Я решил сделать это, чтобы обеспечить себе будущее. Вместо того, чтобы бесконечно платить за аренду жетона, я однажды отдам займ, смогу продать медальон и спокойно уйти на покой. Это будет моей пенсией. Еще в 2013 году мне не приходило в голову, что цена жетону может быть ноль. И действительно, пять лет назад медальон нью-йоркского таксиста выглядел удачной инвестицией. Их выпущено ограниченное количество – около 12 тысяч. И цены с начала нулевых взлетели до потолка. На пике в 2013 лицензия стоила больше миллиона долларов. Первый удар официальным такси тогда нанес онлайн-сервис Uber, позволивший десяткам тысяч водителей переводить пассажиров без всяких медальонов. В 2018 году их стоимость упала до 200 тысяч. Син говорит, что ему приходится работать по 12-14 часов, 7 дней в неделю, чтобы расплатиться по счетам. Он в отчаянии. Никаких отпусков в ближайшие лет пять, поверьте, не предвидится, если, конечно, не помру раньше. Столько нужно выплачивать? Не знаю, может, придется покончить с собой. Я же тоже человек. Мне есть надо. Зачем жить, если я столько работаю? Может показаться, что слова Лала звучат чересчур эмоционально. Однако за последние несколько месяцев четверо водителей свели счеты с жизнью из-за финансовых трудностей. И последней каплей, судя по предсмертным запискам, стала именно популярность служб каршеринга.